друзья мои на шестой седмицы великого поста я традиционно думаю об окнах как их помыть перед пасхой ну и если будет хорошая погода придется мыть потому что на страстной уже никак не получится но если подходить к моему желанию и к моей озабоченности окнами с типиконом и триодию божественной то окажется что я совсем совсем не прав потому что вся шестая седмица посвящена размышлению над притчей о богаче и лазаре это главная тема созерцания этой седмицы и хотя притча о богаче и лазаре читалась в течение года по крайней мере однажды и ей посвящены размышления многих выдающихся богословов старцев знатоков текста священного писания тем не менее шестая седмица должна быть временем когда мы хотя бы один раз перечитаем этот текст хотя бы один раз перечитаем и даже может быть и прибегнем к помощи тревоги постной потому что даже воскресенье которым начинается шестая седмица поста воскресенье которое посвящено собственно преподобно море египетской тем не менее нас на утренний читается канон о богаче и лазаре он даже в тревоге так подписан о богаче и лазаре чаще всего стихиры которые поются в эти дни на стиховне по традицию по традиции триоде который мы уже давно отметили стихиры на стиховне самогласны которые являются древнейшей частью триоде и следом или следом древнейшего духовно упражнения монахов поэтов размышления монашеские над самой притчей о богаче и лазаре эти на стихиры обычно маленькие совсем совсем небольшие и иногда они даже удивляют тем что это почти буквальный пересказ самой притчи это не должно вас пугать потому что читая текст евангельский даже перечитывая его мы должны понимать что дело не в информации вообще-то и не в наших остроумных мыслях по поводу евангельского текста само перечитывание евангельского текста снова и снова является духовным упражнением это нужно спокойно принять не рассчитывая на то что при очередном чтении высечется искра и вы что-то особенное такое вот поймете важно важно снова и снова возвращаться к этому тексту я бы только хотел отметить на что это притча не случайно попала в перечень притч как на вокруг которых неделями монахи древней палестины выстраивали свои духовные упражнения великого поста если если вы обратили внимание те или иные тексты триоде те или иные тексты евангелия которые звучат великим постом непременно несут в себе мотив трапезы мотив пира и это сразу нас относит к финалу великого поста к цели собственно великопостного духовного упражнения поскольку весь пост это есть подготовка к пасхи воскресенье пасхи крестные пасхи воскресенье мы учимся настраиваться правильным образом своим умом и сердцем чтобы чтобы научиться спокойно без излишнего волнения или чувствительности созерцать пасху крестную пасху воскресенье собственно весь великий пост это и есть подготовка к богомыслю пасхи креста и пасхи воскресенье но что такое пасха воскресенье сама суть созерцания этого чуда пасхального воскресенья господа из мертвых изложена в знаменитом огласительном слове святителя иоанна златоуста который является большим развернутым приглашением на трапезу на трапезу божию вот мы читали великим постом целую неделю притчу о блудном сыне и в этой притче как и в притче богачей лазаре есть встречается глагол хартос хэной то есть наездся на насытиться вот блудный сын оказавшись на стороне далече у странного гражданина хотел наездся тех рожков которые которыми питались поросенки и в притче о богаче лазаре опять это глагол появляется только в другом контексте потому что притча богачей лазаре ближе к огласительному слову иоанна златоуста поскольку она иллюстрирует два разных пира вот есть пир богача пир и пир лазаре на этом свете вот это одна группа пиров что ли богач которая облачается в порфиру и висан каждый день блистательно пиршествует причем он проводит эти экзекуции над собой на самом деле ведь каждый день и тут кстати звучит то же самое глагол который часто встречается в притче о блудном сыне эфрантхо в разных видах он в притче о блудном сыне звучит там есть тоже мотив нескольких пиров есть пир о котором мечтает старший сын например он говорит что вот ты мне дал тон эрифон то есть козленка чтобы я со своими друзьями эфрантхо чтобы я попиршествовал а отец призывает радоваться по старшего сына радости возвращения сына младшего и тоже как он говорит что нам подобает и фрайны стхай попадает радоваться то есть мотив радости на перу причем радости разделенные с кем-то радости не не для себя не не выделенной как мечтал об этом старший сын то есть для личного пользования такой радости не существует царство небесном поэтому те кто хочет себе теплое местечко в царство небесном и представляю себе рай как отдельный кабинет где все у меня будет оборудовано они очень сильно ошибаются рая радость царство небесного это разделенное со всем человечеством радость в том числе и своими врагами с теми кого вы не любите на кого вы держите обиду с ними тоже нужно разделить радость со всеми в этом и есть смысл царства небесного той трапезы который нас господь призывает и вот на земле два человека пиршествует богач блистательно пиршествует и лазарь который мечтает насытиться хартостхеной от крошек который падает с трапезы в этого богача и вот они умирают и попадают на другой пир это очень важно понять потому что этот это состояние пиршества зашифровано выражение попал на луна авраамова ангелы отнесли лазаря после смерти эйс колпан авраам эйстон колпан авраам то есть на кол колпас это вообще-то утроба у епископов на груди находится икона бога бога матери они носят вместо креста как или или вместе с крестом это икон называется панагия но в древности он назывался н колпи он то есть на недрах на на груди его носили и вот лазарь оказался у груди авраама а это почетное место на перу под смысл этого выражения оказаться эйстон колпан авраам на это собственно есть почетное место на перу то есть лазарь пиршествует а вот богач богач оказывается на таком перу где он жаждет на даже даже каплю воды и не имеет такой возможности пропасть между ними утверждена основана да как это в евангелии сказано и вот все стихи ретриодием этой неделе как раз посвящены тому чтобы осмыслить эти два пира что мы дал нам мы должны все-таки даже здесь на на этой земле если уж господь нас благословил благополучием или не дай бог богатством должны учиться правильно первать здесь чтобы там не оказаться в положении этого несчастного богача поскольку ключ к пониманию притчи о богаче лазаре он находится в самом евангельском тексте только чуть чуть выше вот господь говорит и буквально за несколько стихов до произнесения этой притчи он говорит то что у человеков велико мерзость есть пред богом и христианину нужно учиться правильно относиться к вещам правильно относиться к своему статусу ведь пиршество на этом свете это некий образ благополучия на который связан не всегда с с блистательным богатством это может быть просто гордость житейская как это бывает например на когда ты попадаешь в избранных круг и для тебя это кажется вершиной олимпа чем-то таким божественным я своей жизни это пережил и однажды просто страшно испугался потому что был какой-то такой небольшой период в моей жизни когда вдруг я стал общаться с разными выдающимися людьми у нас тут в гомеле не ничего особенного такие местные князья чиновники или влиятельные люди и вот ты с ними встречаешься на конференциях на каких-то фуршетах на разных родных мероприятиях встречах и потом тебя узнают ты понимаешь что ты тоже входишь в этот круг даже с тобой обсуждают какие-то судьбоносные вопросы и я вдруг заметил что в кровь как будто бы впрыскивается некий яд этого на житейского тщеславия что ты вот не просто так ты же не не какой-то там батюшка от их допущен в круг особых избранных людей ведь на самом деле это все мерзость перед богом и люди которые не отслеживают в действие этого наркотика они подсаживаются на на этот знаете инфернальный кайф таким образом что готовы потом и маму родной продать не горюшь про веру или даже чтобы удержаться в этом избранном кругу не обязательно богатых людей но иногда может быть и богатых но влиятельных но того житейского олимпа на которой ты скарабкался и тебе кажется что ты как будто бы вершишь судьбы и и так будет всегда так должно быть всегда это иллюзия это не только иллюзия но евангелие говорит что это еще и мерзость это мерзость поэтому даже если человек занимает высокую должность или же он богат влиятельен хри по христиански нужно к этому относиться глубоко по-евангельски потому что мы должны понимать что если нам господь дал или власть или средства это для служения это не для того чтобы наркотик и мелкого житейского тщеславия бродил в моей крови опьянял меня и давал иллюзию какого-то веса в этом обществе господи мы все вот окажемся в в тоненьком гробики как говорил один наш гомельской юродивый чтоб ты склеился в тоненьком гробики чтоб ты склеился в тоненьком гробики это это ждет каждого из нас мы склеимся в тоненьком гробики и все наше тщеславие все наши блистательные пиры или влиятельность Это метр на два и все. Поэтому нужно искать Царство Божие и глубоко внутри себя поддерживать то евангельское смирение, которое у нас Господь призывает, и просить Господа, чтобы Он никогда не отходил от нас далеко. Потому что только-только Господь отпустит, только мы как-то благополучно заживем, тут же начинаются бродить наркотики в крови. Или тщеславие, или властолюбие, или сребролюбие, или зависть. Боже мой, сколько всяких ядов на свете есть. Поэтому пусть Господь за нами присматривает и никогда от нас не отходит далеко. Или блаженная Ксения за нами присматривает, потому что мы, как говорил один персонаж советского кино, я человек физически слабый и морально неустойчивый. Про себя могу сказать, что это прямо точная характеристика меня. Поэтому пусть Господь своим покровом и Матерь Божия всегда будут рядом с нами. И если появится такая необходимость, пусть одернут даже, как следует. Иначе, бывает, сразу до человека не доходит. На помощь Твою надеюсь, Господи.